Хейнишки, ребятки, с вами Лекс, и мы сегодня с вами, опять-таки, обозреем то, что происходило в девлоге как раз-таки разработчика. Это первый дневник всё ещё, но в любом случае, может быть, какие-то детали мы до сих пор с вами не заметили в этом девлоге, и, может быть, на что-нибудь наткнёмся, на какие-нибудь пасхалки, отсылки и прочее, что связано со вселенной Привет, Сосед. Надеюсь, вам нравится данный формат, надеюсь, вам нравится данная игра Hello Neighbor, и обязательно ставьте лайки, поддерживайте рубрику, и погнали вперёд, смотреть, что же мы там такое могли бы упускать. Смотри, короче. Вот наш гость, вот наш сосед, это всё мы уже видели, это всё интересно, но мне вот интересно всё-таки порассматривать подробности. Какие-то, может быть, элементы, какие-то штуки, которые мы могли упустить. Ну, мы это уже знаем, то, что сосед наш запирает дверь в подвал. Опять-таки, вот единственный вопрос, да, что же он прячет в этом подвале? Если мы знаем, что наш сосед прячет, как минимум, Ника Рота у себя в доме, там же он прячет, как минимум, и своего сына Аарона, и предположим, что в этот момент уже Мия мертва, то что же он может прятать в этом подвале, в подвале другого дома? Потому что, как мы знаем с вами, момент игры, да, вот когда у нас происходят действия игры, это ровно момент, когда у нас похищены все трое этих детей. То есть, дети соседа, неизвестно, куда пропали, и ребёнок его соседа, короче, ребёнок, который живёт через дорогу возле соседа, Некрот, тоже куда-то пропал. Никто не знает, куда они пропали, все думают, что дети пропадают, очень страшно, и всё. И на этом моменте, как бы, мы с вами уже знаем, что сосед держит детей запертыми. То есть, Мию и Аарона, он, как бы, и так из дома не выпускал, до момента ещё смерти Мии. Потому что мы с вами понимаем то, что он начал за них беспокоиться, после смерти жены, то, что они всё время теперь дома сидят, ждут отца. Он их никуда не отправит, потому что очень сильно боится. Очень сильно боится после потери своей жены. И, разумеется, происходит следующая ситуация, что Аарон случайным образом скидывает её с крыши. Эту Мию, Мия разбивается. Предположим, что Аарона, после того, как вот это всё случилось, он привозит в этот дом. Потому что, а где ему ещё быть, как не в этом доме? Да, мы с вами помним, что Ника освободил как раз-таки сам Аарон, не коротто. Может быть, он освободил его в момент, когда сосед как-то его привёз обратно в свой же дом изначальный. Кто знает? Потому что, ну что он может прятать в этом доме? Я лично не понимаю. Может быть, какие-то орудия, орудия пыток над детьми. Ну, я вообще считаю, что сосед как бы, он придуман очень добрым персонажем. Он придуман не злодеем. Просто он попал в такую ситуацию, где ему нужно быть злодеем, иначе вся его остальная семья и сам сосед пострадают от этого. Разумеется, тюрьма и всё остальное. Поэтому очень-очень странно лично видеть для меня второй дом. Я понимаю, когда второй дом мы видели у Ворона. Ну, то есть, Ворон-то вообще другой персонаж. И понимаю, в чём прикол. То, что это вообще отдельная история с этим Вороном. Ну, сосед-то что там забыл в этом другом доме? Ну, это, если что, если вы не понимаете, это не тот же самый дом, в котором живёт Ворон. Это разные дома. То есть, у соседа, как я понял, есть два дома. И один дом находится в Вороньих ручьях, и второй дом находится где-то недалеко от Вороньих ручьёв. Но, опять-таки, не в этом же городе, как я понял. И второй дом, как мы сейчас можем наблюдать, они находятся возле дома Ворона. То есть, это даже третий дом, получается. Мы сейчас наблюдаем картину, когда сосед уехал от дома Ворона, в котором он находился. То есть, это синий дом, дом, в котором как раз-таки происходит действие Hello Neighbor 2, Альфа-1. Здесь, получается, сосед уехал из этого дома. Что он делал в этом доме, непонятно. Может быть, у него есть какие-то дела с Вороном. Может быть, он как-то с ним контактирует. И получается... Ну, кстати, видишь, всё облепили как раз-таки полицейской лентой. И, получается, он поехал в один из домов своих двух, которых у него остались. То есть, у него есть дом, который мы видели и в трейлере, и в девлоге, и до этого ещё в трейлере самой Hello Neighbor 2. И обычный дом, который мы видели в самой игре. В Hello Neighbor 1 ещё. Откуда у тебя столько домов? Зачем тебе столько домов, сосед? Как же это странно. Я так понимаю, разработчик, для того, чтобы добавить какие-то определённые моменты в игру новые, которых не было до этого, он просто может сделать так, что, оп, здесь у соседа, оказывается, был ещё один дом. И он всё из этого дома может достать, всё новое. То есть, если у него не было чего-то, он взял, хоп, из дома этого достал. Вот. Вопрос даже, наверное, в том, что мы видим в Hello Neighbor 1 и 5. Помните, нам дают листовку, что пропали ещё какие-то дети на Хэллоуин. А пропали дети, абсолютно не связанные с сюжетом первой части. Пропали дети, которые просили конфет у Ворона. Если этот Ворон ворует этих детей в этот же момент, момент происхождения, то есть, момент, когда у нас пропали и Мия, и Аарон, и Ник, то где листовки этих детей? Почему в первой части листовок этих детей не видим? Просто многие говорят, что сюжетная часть, да, вот эта вот составляющая, она идёт одновременно с пропажей Ника, Аарона и Мии. Но мы с вами никаких листовок не видели в первой части. Как это может быть одновременно, если это не может быть так? Скорее всего, как я думаю, то, что происходит с Вороном, и то, что он своровал детей, это уже будущее. И там уже новая листовка с новыми детьми, и в момент, когда мы играем уже в 1.5 в Hello Neighbor 2, то мы не видим уже листовок с Аароном, с Ником и Мией. Всё потому, что они уже освобождены от соседа, и сосед в этот момент находится в бегах, как я думаю. То есть, это у меня такое предположение. Если вы не понимаете, о чём я, то посмотрите просто хронологию того, как происходила игра в Hello Neighbor. У меня есть на канале много видосов по разбору того, как это всё происходит, сюжет в Hello Neighbor. Так что обязательно гляньте. Скорее всего, опять-таки, как я и говорил, то, что происходит с Вороном, это будущее. И, возможно, каким-то образом Ворон это является... Может быть, он действительно является и сам сосед. Почему сам сосед, вы спросите? Потому что единственное, что остаётся соседу, если его заприметили в качестве того, кто похищает детей, это переодеться в Ворона и похитить других детей, для того, чтобы все подозрения полицейских, которые на него, разумеется, упали из-за того, что Ник тоже был похищен, и его всё-таки освободили, все подозрения пошли на соседа, то, что это он ворует детей. Единственное, что ему остаётся, это как-то сбросить себя эти подозрения и показать то, что нет, это не я воровал, это вот Ворон. И Ворона, он одевается Ворона и ворует детей. Такое тоже, вероятно. Такое тоже, возможно, может происходить. Но мы с вами знаем, что есть обычный Ворон худой, а есть сосед, которого здоровенные руки, как вы сами помните, в Hello Neighbor 2 он появляется, и там у него действительно здоровенющие руки, не такие тоненькие, как в первой части. И мы с вами понимаем, что не может Ворон быть соседом. Посмотрите на руки Ворона и посмотрите на руки соседа. Хотя, с другой стороны, вот здесь, кстати, надо посмотреть, насколько у него большие руки. Да, у него здесь видно, что далеко не тоненькие ручки, как у Ворона. Это уже говорит о том, что всё-таки сосед не является Вороном. Но, опять-таки, он мог специально переодеться и договориться с каким-то человеком, со своим старым другом, либо новым другом, непонятно, для того, чтобы всё-таки тот взял на себя ответственность, сказать то, что вот, я всех этих детей похищал. Это один из вариантов. Но второй вариант, то, что всё-таки этот Ворон существует, он действительно какой-то маньяк, он действительно похищает детей, непонятно для чего, для того, чтобы есть их, либо у него какая-то болезнь, либо он страдает от того, что... Все заголовки в газетах занимает сосед, и сам хочет быть на этих заголовках. Кто знает, кто знает, ребят? Пока что ничего не понятно и ничего не известно. Можно лишь только, опять-таки, строить теории и догадать. Здесь мы видим, кстати, карту. Это мы видим карту Рейвенбрукс. Пэм, я не знаю, что такое Пэм. Наверное... А, мэп. Это карта Рейвенбрукс. То есть, это реально Рейвенбрукс, и он реально едет в Рейвенбрукс. Давай просмотрим эту карту немножко повнимательнее. Хоть разберёмся, в каком месте находится в данный момент наш Квентин. То есть, мы видим здесь озеро, видим ещё какие-то озёра. Вот озеро, вот озеро, вот озеро, и вот озеро. И вы сами помните, наверное, из игры, из первой части Hello Neighbor, что там было только одно лишь озеро. Если там было одно озеро, то что это вообще такое тогда? Какие-то дороги, какие-то разветвления, развилки. Почему-то ведущие. Вот здесь тоже какой-то тоже момент непонятный. Если это Рейвенбрукс, почему он такой непохожий? Было бы легко, знаете, как бы определить то, что это действительно Рейвенбрукс, если бы я увидел церковь, школу и завод. Ну и мельницу, почему бы и нет. Но здесь, к сожалению, на этой маленькой картке я не могу разглядеть их. Я вижу только озеро со стравком посередине. И если вы помните начальные концепты, точнее, концепты, начальную игру Hello Neighbor, ещё первые альфы Hello Neighbor, там был немножко другой город. Он был немножко по-другому построен, тем самым немного изменяя карту, да, с каждым разом. Всё-таки мы можем один раз встретить что-то наподобие вот этого вот фрагмента карты. Мы видели там озеро с островом, на котором как раз-таки была расположена маленькая будка, в которой, видимо, что-то должно было быть. Но, как видите, до финальной части игры это не дошло. Я так понимаю, скорее всего, именно вот эту вот будку с маленьким островком перенесут во вторую часть. вопрос только что это из себя вообще будет представлять? Как это вообще будет работать? Если вы узнали какую-то часть здесь, можете написать мне, потому что я лично не понимаю, это либо Рейвенбрукс, либо это второй как раз-таки город, где находится у нас Ворон, то, что используется в альфа 1.5 и Hello Neighbor 2. Потому что я лично не понимаю, что это за карта. Мне бы очень сильно хотелось, если была бы у меня текстура полностью этой карты, чтобы я её полностью изучил. Ну, как видите, он сейчас заехал куда? Он заехал к тому самому новому дому нашего соседуса. То есть, к дому, в котором мы ещё не играли, который мы ещё с вами не видели. Мы видели только лишь один скриншот. В дому, видимо, вот он. Это дом, который мы ещё не видели, и он нигде не фигурировал в предыдущих частях. С Воронами там чрёться. И это странно. Здесь мы, кстати, отсюда можем увидеть, потому что там стоят дома без текстур. И это явно уже получается, если это та же самая будка, которая была в Альфе 1 и Альфе 1.5, вы помните, где она находилась, момент, когда она появляется, она появляется только на какое-то короткое время, она появляется на горе. На горе, там, где у нас работает вот этот транспортер, где мы находим хулигана и шпиона, детектива этого, транспортер ведёт как раз-таки от аттракционов к определённому зданию на горе. И вот возле этого здания как раз-таки располагалась эта будка. Будет ли эта будка стоять там же, или она переместится в какое-то другое место, пока что непонятно. И вот вопрос здесь один-единственный. Если она будет стоять там же, да, то что это за новые здания? Потому что этих зданий здесь раньше не было, которые там у нас появляются на заднем плане. Это очень интересно. Кстати, мы видим, что это, зонтик или что? Не, это опять-таки это для фотокамер штатив стоит. Да, штатив для фотокамеры, какая-то метла, но это всё неюзабельные предметы, фонарики и прочая ерунда, которая, в принципе, нас не интересует особо. Вот мы видим, наблюдаем данный этот дом. Он очень большой и, я так понимаю, вот эта вот пристройка, вот этот вот гараж, это абсолютно отдельная пристройка. Мы, скорее всего, видели это здание, абсолютно то же самое здание, которое мы сейчас наблюдаем, только без гаража. Просто на скриншоте он был реально без гаража. Если вы помните, мы разбирали данный скриншот и там, к сожалению, гаража нету и там специально как будто оставлено место для этого гаража, но его нет на месте. Так что, я думаю, что этот гараж пририсовали уже отдельно присобачили. Здесь на деревьях мы можем увидеть всякие листовочки, но опять-таки повторяю, именно тех детей, которых своровал Ворон в Альфе, мы здесь не наблюдаем. Может быть, нас вообще обманывали в Альфе и не будет ничего такого в полной части игры. Здесь нам показывают, как работает АИ, то есть искусственный интеллект соседа. Здесь мы наблюдаем то, что сосед выезжает из дома, но опять-таки кто стоит, снимает? Я нифига не понимаю. То есть, мне один человек пишет в комментариях то, что как это может снимать шпион, если шпион там стоит дальше с людьми. Ну, как он там с людьми стоит? Там не стоит же шпиона никакого. Вот он сейчас проедет, да? Блин, здесь никак не заснять и посмотреть. Он сейчас проедет сосед и в предыдущих видео, да, которые были давным-давно, мы еще с вами смотрели все это. Обозревали. Сосед проедет через полицейских, там не было шпиона. И, скорее всего, шпион является тем, кто снимает, потому что иначе снимает какой-нибудь ребенок. Это максимум, что остается, потому что Квентин как раз-таки едет напрямик к этому дому и встречает как раз-таки соседа, только отъезжающего от данного дома. Так что Квентин это точно отпадает. Шпион. Если он действительно стоит с полицейскими рядом, то он тоже отпадает, ну, как мне кажется, он как раз-таки заснял, успел заснять Питерсона и только после этого на каком-то фрагменте, если вы действительно видели шпиона вместе с полицейскими, он пошел туда разговаривать с копами. Видимо, для того, чтобы сказать, вот, а это был Питерсон, он уехал, я его заснял. Почему бы и нет? Но я лично не помню моментов, когда шпион стоял там вместе с полицейскими. Может быть, там были какие-то скриншоты? Лично прям, чтобы не это врезалась память, такого не было. Здесь мы наблюдаем вообще неизвестный город, вообще неизвестный, я этого вообще не помню. То есть, это получается абсолютно другая локация, абсолютно другая часть города, которую мы с вами не наблюдали. Хоть многие пишут, там, вот, будет в определенном месте, в котором мы уже играли, но нифига подобного. Какое-то здание, в котором работает Квентин, да, такого не было. Здесь какое-то здание новое, тоже непонятно, какое-то мэрия, не знаю, что еще, все что угодно это может быть. Здесь река, то есть, здесь опять-таки вода и вон там какие-то острова есть. Возможно, это именно то, что было нарисовано у Квентина на карте. То есть, возможно, именно та часть, которая была изображена на карте у Квентина. Город тоже довольно-таки близок. То есть, если вы помните в Рейвенбрукс, когда мы приезжали к соседусу в первой части, он был не близок. Кстати, это написано, что это дом как раз-таки соседа. Если это реально дом соседа, то как же так совпало, что Квентин живет прямо, ну, то есть, работа Квентина находится прямо перед соседом. Как же это странно. Видишь, кто-то будет жить здесь, кто-то будет жить здесь, кто-то будет жить здесь, и здесь, и здесь, и везде. То есть, нам показывают то, что весь этот город он будет живой. Если он будет живой, что же там будет за персонажи? Будут ли они влиять на сюжет? Либо они, опять-таки, как марионетки, добавлены для того, чтобы просто наполнить игру каким-то контентом. Или чтобы сделать вид, что город хоть капли живой. не знаю, не знаю, ребят. Видите, всякие такие интересные постройки здесь нам показывают. Welcome! Что-то написано, ход. Что-то горячее. Может быть, горячие собаки. Вот мы видим, здесь наблюдаем полицейских. Они, разумеется, стоят уже. Они стоят, кстати, возле дома синего. Вот, кстати, да, они стоят возле синего дома и он еще не не облеплен липучками этими желтыми. То есть, они еще, получается, не опечатали его полностью и не осмотрели. Возможно, они приехали только по какому-то вызову. Пока что непонятно, потому что там реально вот этих ленточек, которые мы видим на этом скриншоте, их в том моменте нет. Здесь вообще вот этот момент, вот этот скриншот очень странный. Я не помню, чтобы у соседа, ну, или у ворона, росли такие деревья. Там нет столько деревьев. Кто вообще залез такой густой? Возможно, они сейчас специально сделали скриншот разработчики, который никак не отсылает нас на реальную ситуацию. Вот тот самый дом, разумеется, вот гараж должен быть здесь. Мы видим вот эту вот дверь, видишь? Вот эту вот дверь тут она идет. Я так понимаю, она должна вести к гаражу. Ну, либо гараж должен быть немножко еще левее. Скорее всего, она так и есть, она ведет к гаражу, и это, видишь, как будто отдельной части как будто какой-то не хватает. Потому что дверь же к чему-то должна вести. Здесь опять-таки мы видим дом какой-то. Этот дом больше похож на музей, мне больше, большая часть людей начали писать. Да, действительно, это как будто какой-то музей. Может быть, здесь мы будем разговаривать с какими-то людьми, с каким-нибудь офицером главным, который нам даст задание, либо наоборот скажет не лезть в не свое дело. Кто знает? Как кто знает? Ну, очень похоже на музей, как будто это реально какой-то музей древностей, в котором мы тоже, может быть, узнаем что-нибудь про тайну ворона, либо про тайные какие-нибудь общества, которые мы с вами тоже знаем, присутствуют в этом мире. Тайна, тайна общества воронов, которые, кстати, упоминаются в книгах. Здесь нам опять-таки показывают доску. Здесь мы видим шпиона, который за всем следит. Те же самые фотографии. Вот мы видим опять-таки, как выглядит спереди то самое здание, в котором работает Квентин. То есть, получается, Квентин живет прямо рядом с соседом. Сосед живет почему-то там, прямо перед ним. Что он там вообще делает, непонятно. Если он там живет, и мы это знаем, почему мы не доложим это полицейским. Ой, как странно все, ой, как странно. И ничего не понятно. Потому что вот, смотри, вот в момент игры у нас уже, видишь, на этом скриншоте мы видим, что, если по доске, да, судить, что ребенок вот этот вот, вороненок, он пропал. А что если пропавшие дети, это не будущее, а наоборот, прошлое? Такое же тоже может быть? Как же все сложно, ребят. потому что листовки, опять-таки, нам очень сильно помогают понять то, что они одновременно не пропали никак. Ну, не может быть такого, чтобы эти дети пропали вместе с ником Мии и Аароном. Но если они не пропали вместе одновременно, да, в то же время, в какое время они пропали? В прошлом или в настоящем? Ну, судя по тому, что есть шпион, он выглядит абсолютно так же, как и в настоящем. Ой, ребят, очень сложно, очень сложно. Если все-таки появятся листовки новые, да, в Hello Neighbor 2, это все-таки будет отвечать на вопрос вот этот вот. То есть, они реально пропали одновременно. Но это ломает немножко лор, получается, первая часть игры, если это так будет действительно. Нам показывают новых этих чуваков, показывают соседуса, то, что он опять недоволен всем, с чем происходит с ним. можно будет прятаться опять в объектах. Да, ощущение, как будто это какой-то музей искусства, музей древностей, потому что вон там всякие картины, всякие абстрактные опять-таки вещи, всякая мебель прикольная. Такое ощущение, даже как будто он здесь не прячется, а наоборот работает каким-то охранником, я не знаю. Здесь мы можем, кстати, новые скриншоты наблюдать. Здесь все-таки реальная доска, видимо. Вот на этом скриншоте мы наблюдаем реальную доску, которую нарисовал Квентин, ну то есть сделал Квентин. Или нет, или это обучение. Это, скорее всего, ребят, обучение реально. То есть, видишь, она будет показывать, что ключ к чему-то используется, ведро можно облить на соседа, ломики можно использовать на досках специальных, ключ там куда-то используется, и он лежит в какой-то специальном шкафу. здесь где-то ключ. То есть, у него все, видишь, расписано так, чтобы нам было проще понимать и играть в данную игру. Это интересно. Это интересно. Вот мы ворона видим, и вот те самые дети. Как же это, ребят, сложно. Вот этот чувак тоже какой-то важный. Судя по тому, что у него вот здесь, вот в кармане, мы наблюдаем, это какая-то прививка от коронавируса. Это шутка. Это может быть все что угодно, ребят. Это может быть штука, которая увеличивает, не знаю, его овощи, потому что такая свекла у него вырасти просто так не могла. То есть, какая-то добавка специальная, ГМО, геномодифицированные продукты делают. Может быть, еще какая-то штука. Возможно, из-за этих овощей все сходят с ума в этом городе. Потому что они геномодифицированные. Может быть, еще что-либо, ребят. Ну, мне кажется, вот эта вот прививка, она не зря у него, вот этот вот шприц, непонятно с чем, не зря у него в кармане находится. Поэтому нужно обязательно узнать. Смотри, пока прикольно, кстати, только сейчас заметил. У нас здесь имбирь вещает нам всякие новости. И рука такая Квентина торчит. Хватит гладить имбирьку. Ставь это мне. Я поглажу за тебя. Так что, просто ждем, ребят. В любом случае, в 21 году у нас выйдет эта игра. Рано или поздно мы ее увидим. На самом деле, этот трейлер наполнен контентом, но отвечать на вопросы он опять-таки не собирается. Надеюсь, вам тоже понравилось это все разбирать, все вот эти маленькие детали. Если вы что-то еще найдете, обязательно пишите мне в личку ВКонтакте, либо можете в группе в предложку кинуть, я буду тоже рад. По-любому, у вас, у многих найдутся ответы на определенные вопросы, потому что многие читали книги, я так до сих пор все книги не прочитал. Мне лично очень сильно не зашли две первые книги, поэтому я дальше читать особо не собираюсь, хоть и купил их все. Так что, ребят, ждем. Если еще что-нибудь какая-нибудь инфа появится, я обязательно вам дам знать. Видосы будут выходить по мере выхода контента какого-то определенного. А с вами был Векс. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, их называемый из паблик-контакта, ссылка в описании и в шапке канал. Это была игра Hello Neighbor 2, всем спасибо за просмотр и всем добра.